Здравствуйте! Казалось бы, такое простое и всем известное растение, как мята. Оказалось, не таким уж и простым. Мята известна, наверное, всем. И спутать ее с чем-то очень сложно по ее характерному такому свежему аромату, который знают все. И в леденцах, и в зубной пасте, и в жевательной резинке, присутствует вот этот аромат ментола, который получается из мяты. Мята очень неприхотливое растение. Ее можно легко вырастить из семян на своем огороде. Мята любит солнце, мята любит полутень, и в тени она также и уживается. Но мята не вся одинаковая. Есть несколько разновидностей мяты, и в основном у нас в садах выращивается мята перечная. И у мяты перечной также есть несколько сортов. Но бывают еще и мята лимонная, которые не путаем с мелисой лимонной. Она сочетает в себе аромат и мяты, и лимона. И есть еще вот такие интересные сорта мяты, как мята корейская, мята овощная. Оказывается, мяту очень хорошо добавлять в салаты, мяту очень хорошо добавлять в мясные блюда. Мята вообще растение лекарственное. Мята помогает при простудах. Мята антисептик. И мята, она дает такую бодрость организму. Она одновременно и успокаивает, и бодрит. Если вы будете выращивать мяту из семян, сажаем ее или на рассаду в конце марта, или прямо в грядку в начале мая. Мята очень хорошо делится корневищем, потому что корневище у мяты такое хорошо разрастающиеся. И даже когда, если вы удаляете из земли мяту, маленький отрезок корневища, оставленный в земле, даст новый росток. Мята вообще растение-агрессор. Поэтому сажайте мяту там, где она, если будет разрастаться, вам не доставит неудобств. И в конце концов все равно мяту придется ограничивать. Вот этот вот ареал с ее ростом. Но это ничего страшного, потому что это растение хорошо заготавливать на зиму. Сушится оно в тенистых каких-то местах, не на открытом солнце. И всю зиму можно будет пить прекрасный чай с натуральной мятой. Вот такие наши советы вам помогут и вырастить мяту на своем участке, и запастись полезным сырьем на зиму.